Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня будет очень важная тема, которая касается или касалась, или может коснуться каждого человека. Это гастриты. Гастриты бывают разные, об этом я расскажу. Каждый должен понимать, знать, что гастрит это не одна болезнь. Ну, это чуть позже. Общую классификацию расскажу. Ну, а главное, как не допустить и как лечить, причем методами безопасными, природными, естественными. Итак, слушайте внимательно. Во-первых, есть разные заболевания желудочно-кишечного тракта. Начиная от гастритов, колита, деуденита, проявлений различных, таких как ветеоризм, которые показывают о нездоровье желудочно-кишечного тракта, дисбактериозы различные, запоры, геморроид, трещины анального отверстия, опухоли и так далее. Обо всем об этом подробно я рассказываю в своей лекции по пищеварению. Посмотрите это видео, оно в открытом доступе, и ссылочка будет под данным видео. Ну, а сейчас о гастритах. Итак, гастрит, дорогие друзья, это собирательное понятие. Оно используется для обозначения различных, совершенно различных по происхождению и течению вариантов воспалительных поражений слизистой оболочки желудка. Вот что такое гастрит. Ну, и теперь давайте основные среди них разберем. Ну, во-первых, есть такой атрофический гастрит. Он возникает, когда, ну, скажем, на слизистую оболочку желудка воздействуют антитела наши, то есть защитные иммунные клетки, телемфоциты, там, макрофаги различные. И это аутоиммунное заболевание. Знаете, когда воздействуют антитела на что-то и уничтожать начинают в данном случае клетки наши, клетки защитной слизистой оболочки желудка, это аутоиммунное заболевание. Оно возникает по причинам, как и все аутоиммунные заболевания, воздействия каких-то антигенов и сбоя в работе иммунной системы. Об этом смотрите в моих лекциях там по пищеварению, либо в лекциях 9 причин болезней. Но тем не менее, что происходит? Истончение оболочки, утрата вот этих функций защитных клеток, которые вырабатывают кислоту. А это состояние, кстати, часто встречается у кого? У пожилых людей, когда уже защитные силы организма падают, резерв истощается, потенциал жизни. А также у людей, у кого была резекция желудка, атрофический гастрит, может вызывать и, как правило, всегда вызывает пернициозную анемию. Что это такое? Это как раз анемия, при которой нарушается всасывание витамина В12 из пищи. А теперь внимание, здесь этот акцент очень важен, потому что многие пропустят мимо ушей, потом не поймут, не вспомнят, когда, может быть, придется в жизни это вспомнить, про причинно-следственные связи, о которых я все время говорю и пытаюсь донести до каждого. Вот кто-то скажет сразу, ну В12 это вот мясо не едят, это веганы, сыроеды, вегетарианцы у них. Нет, дорогие товарищи, как я говорил в своей лекции про В12, дефицит В12 может быть у самых злостных мясоедов, кто там хоть 10 раз в день ест мясо. Почему? Да потому что причины, по которой дефицит В12 в организме, в крови, в клетках может быть, в печени, например, запасы, где происходит, потому может быть, что у вас, например, есть паразиты, которые, например, пьют кровь и, конечно, может быть, вызывают тем самым дефицит В12, например, аскориды. А может быть из-за лямбли, это протозоидные простейшие организмы, конечно же, и очень часто бывает. А те, которые всей своей поверхностью из кишечника всасывают питательные вещества, например, широкий лимфе, с бычьей цепень, плоские черви. Может быть дефицит В12? Ответьте себе на такой вопрос. Может, поэтому давайте так. Вот эти глупости про то, что В12, дефицит может быть только у веганов там строят, это бред. Никакого отношения тип питания к этому не имеют возможным последствиям и проблеме с дефицитом В12. Вот в частности, данный вид гастрита говорит об этом. А гастритов множество, а других заболеваний, помимо гастритов желудочно-кишечного тракта множество, а есть сотни других заболеваний. Поэтому вот что такое логика и знание. И не нужно никогда во что-то верить, и всего лишь только потому, что так хочется, и вы верите отстаивать то, что вам нравится. Это нечестно. Давайте следующий вид гастрита разберём. Бывает вирусный или даже грибковый гастрит в результате длительных болезней, повреждений иммунной системы, перенесённых, скажем, в долине гланд в своё время. А это часть лимфатической системы, так сказать, защитной системы нашего организма, и выделительной в том числе. Поэтому поражение в детстве, особенно многократно повторяющее вирусных каких-то заболеваний грибковых, кандида, батритис и так далее, может приводить к этой проблеме. Теперь, эозинофильный гастрит есть такой. Он является следствием аллергической реакции на заражение глистами, о чём я всегда говорю. То есть, посмотрите обязательно мою лекцию длинную, не поленитесь о паразитах, обложка на экране. Поэтому имейте в виду, эозинофилы, повышенное их количество по анализам крови от нормы, да даже 3-4 уже говорят о наличии паразитов в организме, однозначно. Теперь, какие ещё бывают? Ну, например, болезнь менетрия, так называемая. Это разновидность гастрита. В науке она как бы неизвестна её причиной, считается так. Но при этом формируется, что точно ясно, как следствие. Это толстые такие большие складки стенок желудка, увеличиваются при этом лимфатические узлы, ну и образуются заполненные жидкостью кисты. Часто это переходит в злокачественные опухоли желудка. Есть также плазмоцитарный гастрит. Это такая форма гастрита, когда в стенке желудка и других органов, не только там, накапливаются такие плазматические клетки. Это вид лейкоцитов. Приводит к этому часто глотание каких-то едких жидкостей. Например, капелька ферри, как в рекламе, или других средств моющих. Дело не в ферри, конечно, а вообще в этой химической индустрии. Старелок, которые не смываются, господи, горчицей с мылом хозяйственным, хотя бы уж мойкой или с содой. Ну что же, не мёц это, вот это всё, лень как одолела. Лишние движения сделать лень. Чистящие средства жидкости, воздействие радиации, послелучевой терапии, так сказать, могут вот эти все вещи провоцировать этот вид гастрита. Это поддаётся лечению, сразу скажу. Есть ещё бактериальный гастрит. Как правило, это следствие поражения хеликобактера, известная, так сказать, бактерия, которая, так сказать, у всех на слуху. Хотя, опять-таки, не только ими, разными видами бактерий. И вот это наличие бактерий в кислой среде здорового желудка, как говорится, на уровне держится. Это защитный барьер. Понимаете, ещё, кстати, говоря о питании, о мясе, вот об этой теме. Для тех, кто не в курсе, повторяют глупости такие за некоторыми людьми, что, например, желудок и создан для мяса, потому что кислая среда фермент фипсин растворяет, вернее, дентурирует, переваривает белки. То есть только начало, там идёт переваривание. Во-вторых, любых белков это да, высокомолекулярных в том числе, только не в полной мере. Это раз. И второе. А не кажется ли вам, что есть вот именно защитная функция? Что желудок это защитная функция от попадания в следующий отдел лужи и коты, а значит и в кровь, потому что все питательные вещества, кишечники в тонком, всасываются в кровь. И вот тут уже опасность. Это второй барьер защитный. Но главное это первый. И поэтому функция желудка главная борьба с инфекциями. А что такое инфекция? Дорогие друзья, это белки, потому что вирусы, грибки, бактерии, это всё белки. И попадание белков высокомолекулярных с другой программой, не образуемой в нашем организме, а чужой программой надо уничтожить. Иначе возникнут проблемы. Вот поэтому желудок это барьер. Вот ещё одна подсказка. Насчёт питания. Это ещё один момент. Потом острый стрессовый гастрит. Да, это очень тяжёлый вид острого гастрита. После каких-то тяжёлых болезней, травм, которые сопровождаются, например, с сильными стрессами психологического характера. Ну, причём травмы могут быть физические, разумеется. Причём не обязательно самого желудка. Ну и типичные причины такого гастрита, например, обширные ожоги тела, травмы, переломы. То есть любые травмы, сопровождающие сильным кровотечением, часто приводят к этим стрессовым острым гастритам. Потом есть ещё хронический эрозивный гастрит. Так вот, он развивается в результате различных раздражителей, лекарств в первую очередь. А знаете особенно чего? В первую очередь аспирина, любимого многими из вас. Так вот, и не только, и другими всякими нестероидными противовоспалительными препаратами, которые сейчас спичкают людей, врачи, и везде в аптеках продаётся это тысячами видов. Так вот, это часто гастрит возникает ещё при болезни кроны, это такое аутоиммунное тоже заболевание. При бактериальных и вирусных инфекциях. Ну и этот тип гастрита медленно на самом деле развивается у людей, годами порой. Казалось бы, человек здоров, но он развивается. И постепенно приводит к образованию язв. Это уже отдельная тема, о которой смотрите в моей лекции по пищеварению, о чём я говорил. Ну и последнее, что на эту тему скажу, очень часто и встречаются язвы, и усугубляются эти формы гастрита у людей, которые употребляют, особенно, как это говорят, врачи злоупотребляют алкоголь. Хотя алкоголь – это чистое зло, и потреблять его разумный человек просто не может с точки зрения здравого смысла и разума. Но, тем не менее, об этом надо было сказать. А теперь, дорогие друзья, как же лечить? Ну, я скажу комплекс мер, как всегда. Во-первых, именно комплексный подход приведёт к выздоровлению. Тут можно учесть всё. Ложиться спать, и спать надо обязательно в хорошем настроении. С 11 вечера до 3 ночи должна быть глубокая фаза сна, потому что именно тогда вырабатывается гормон мелатонин. Так необходимо не только детям для их нормального активного роста, но и людям, всем, потому что это противораковый сильный гормон. Соответственно, это во-первых. Но помните, он вырабатывается только в полной темноте, поэтому должна быть, когда вы спите, полная кромешная тьма, что называется. Второй момент – вода. Вода, а именно определенные свойства воды жизненно важны каждому человеку, а тем более человеку с больным ЖКТ. И я просто советую посмотреть вам мои лекции по воде, по приборам по воде, которые меняют физико-химические свойства. Зачем, для чего это нужно? Это жизненно важная информация. Ну, а теперь далее. Фукус. Я советую вам обязательно, у кого есть проблемы с ЖКТ, потреблять в первую очередь фукус. Вот это гелеобразная натив-форма. Это такая водоросль, которую в Белом море собирают. Но главное дело не в том, что как собирают, и хотя это тоже важно, а в том, в каком виде она, ну так скажем, удобоваримом присутствует и будет ли усвоена организм у человека. Во-первых, все вот эти микроэлементы, во-вторых, он, да, является центроссоргентом. Ядритоксины вытаскивает из организма. И заживляющие функции огромны, благодаря как раз обеспечению организма всеми недостающими, дефицитными микроэлементами, хотя и макро тоже, в хилатной органической форме. Посмотрите, вот это мое видео про фукус, как закончится это видео. Далее. Я советую в обязательном порядке принимать следующие травы и грибные препараты. А вот как принимать, сейчас я подробно вам расскажу. Ну, во-первых, по травам здесь достаточно будет с учетом применения грибных препаратов. Всего лишь троица, так называемая, да. Во-первых, это календула, цветки, конечно, зверобой трава и тысячелистник обыкновения. В равных пропорциях взять, смешать, размолоть на определенные небольшие частички, можно так хранить в баночках стеклянных, предположим, хорошенько перемешать. И вот две столовые ложки этого сырья надо брать, заливать тремя стаканами, ну, три с половиной стакана. Ну, не кипятка только, а 80 градусов. Помните, кипяток уничтожает часть целебных свойств всегда. Поэтому, 75-80 градусов. В термос, хороший термос, который долго будет держать. И где-то на полтора часа. После этого перемешать, а потом отжали. И за 30 минут, можно за 40, за 50 лучше даже, до каждого приема пищи ежедневно на протяжении трех-четырех недель принимать. И пройдет гастрит уже. Ну, симптомы как минимум снимутся. Но чтобы само заболевание прошло, хотя бывает этого достаточно, я рекомендую дополнительно по 10 капель в эту уже горячую воду добавлять прополиса. Можно водочной, спиртовой настойки, помните, 75 градусов, уже будет спирт выпариваться, не останется. Поэтому можно. В данном случае, как исключение, прополис это мощнейшее средство в борьбе вообще с любыми воспалительными процессами. У нас, кстати, есть очень хорошее, мы делаем ее сами. Применяется в основном наружно, но в виде исключения вот таким образом можно делать. Потому что спирт, как известно, ни в каких количествах извне человека попадать, разумеется, не должен. Так, можно жевать прополис, тоже вариант. Это вполне возможно. Значит, теперь помните, что соки овощные пейте обязательно, лечебные в данном случае, являются картофельной капустой. Вот это обязательно, особенно картошки, его прямо натощак потребляется. При гастритах различных он потребляется. Только лишь бы это была экологически чистая картошка. Стакан в день, полстакана, можно с третьей начать. Смотрите реакцию организма, нормально, увеличиваете до стакана в день. Ну и картофельной капустой вполне можно менять недельку в один, недельку в другую. Так, теперь, что касается еще одного средства, это алоэ. Тот самый алоэ, который растет у многих на окне. Берутся листья, старые, двухлетние, ну или полутора, не меньше, это желательно так. И до двух столовых ложек в день. Он горький, поэтому можно смешать с медом. Можно разбить это на два-три приема. Общее количество до двух столовых ложек это для взрослого человека. Детям все уменьшаете в разы. Ну, то есть, 50-60 килограмм такой вес, допустим, взрослого человека, к примеру, 60. Ну, ребенок 20, делите все на три. Все по весу. Так что, очень просто. Масла могут быть органовые, льняное, куджутная пища, которую вы можете потреблять. Ну, а теперь, самое, можно сказать, главное. Это серьезнейший будет подход, когда вы учтете все факторы, которые влияют на человека негативно. Естественно, вы должны изменить питание. Никаких животных продуктов, которые приводят, собственно, к этому изначально. Все проблемы вот этой реакции антигена-антитела и все дальнейшие сбои иммунной программы, когда иммунная система атакует свои же клетки, неважно, какие, например, вот, если иммунная система атакует островки Лонгергаз, которые вырабатывают инсулин в поджелудочной железе, это болезнь называется сахарный диабет первого типа. Ну, и так далее, и так далее. И это все первопричины животных, в первую очередь, но вообще высокомолекулярные белки, которые немереных количеств к современному человеку, чего раньше не было, попадают в организм чуть ли не три раза в день. Организм не справляется постепенно и начинаются эти проблемы. А тут уж, конечно, вирусные и грибковые заболевания возьмут верх на человека легко и быстро, потому что человек сам создал для этого условия. Организм не может с этим справляться, тем более на нас воздействуют десятки других факторов. Убедительно вам рекомендую просто прошу, посмотрите, мою лекцию 9 причин болезни. И вы поймете, и, может быть, захотите устранить, а они все-таки так или иначе устраняются. И тогда, конечно, качество и продолжительность жизни будет выше при всех равных прочих факторах, если вы сможете убрать хотя бы половину или большую часть из своей жизни. Два раза вам подскажет, стоит это или не стоит сделать. Ну, а теперь грибные препараты. Итак, берете веселку. Конечно, я всегда советую водорастворимую. В крайнем случае, на масле, которая, масляная форма, она менее сильная, в разы менее сильная, чем водорастворимая концентрированная форма действующих грибных фитонцидов, полисахаридов. Однако, если вы выберете масляную, то по 2 капсулы 3 раза в день за 30 минут до еды. Если водорастворимую, что лучше, то по одному саше пакету 2 раза в день за 30 минут до еды. Пакетик открывается, в рот высыпается. Заранее приготовленный стакан воды ждет на столе. Вы берете пол объема рта воды, буль-буль-буль размешали, проглотили и допили этим стаканом воды. Лучше, конечно, водородной воды с отрицательным ОВП. Но об этом в моем видео вы можете посмотреть по данному прибору. Что касается второго препарата, это шитаки. По одному саше пакету, если водорастворимая форма, так же точно, как и веселку 2 раза в день, но уже за 20 минут до еды. Помните золотое правило фунготерапии. Между каждым грибным препаратом и последующим пауза 8-10 минут должна быть. В момент применения грибных препаратов, дорогие друзья, помните второе правило фунготерапии. Нельзя пищу принимать другие грибы в момент периода лечения грибными препаратами. Третий грибной препарат все-таки это я советую в данном случае рейши по 2 капсулы 3 раза в день за 10 минут до еды. Ну, это пока таким образом. Сколько вы спросите так принимать? Долго. Чем дольше у вас гастрит, чем серьезнее проявление последствий, то дольше. Ну, от 3-4 месяцев, скажем так, и до 5-6 месяцев. Если вы будете применять все максимально возможные меры, о которых я говорил, комплексный подход применять, и травы, и питание измените, и перестанете нервничать по всяким поводам, стараться, по крайней мере, чтобы не нервничать, можете мелису применять, лаваду сушеную класть на подушку или в подушку шивать или рядом, так сказать, то есть успокаивающий траву, сон, трава, и так далее. Так вот, тогда быстрее будет гораздо и возможно 3-х месяцев хватить, но не менее 3-х. Помните еще одно правило кинготерапии. Если вы начали применять грибные препараты, не прекращайте их применять, потому что вы потеряете накопительный эффект. Не будет вам плохо или что-то там произойдет, нет, просто вы потеряете время, деньги и, собственно, возможности, ну, потому что накопительный эффект уходит. Вот не менее 3-х месяцев курс такой должен быть. Дополнительно я очень советую вместе с грибными препаратами, которые перорально применяются, то есть внутрь, еще усиливает действие свечи, которые вставляются ректально на ночь вне зависимости от заболеваний и применяются, как правило, так, комбинацией. Например, сегодня вставляется на ночь ректально свеча-веселка, завтра пропуск, послезавтра свеча-шитаки, потом опять пропуск в следующий день, потом опять веселка и так чередуется то один гриб, то пропуск, то другой гриб. А еще я вам скажу одну очень важную вещь. При гастритах стоит добавлять серебряную воду. Так вот как это делается? На одну часть концентрата серебряной воды из флакона берется 3 части чистой, обычной воды, лучше осматической. По 30 мл этого раствора 3 раза в день применяется. Например, за час. За 40 минут, предположим, травы выпили, в термосе носите с собой, а потом за 30-20-10 минут до еды грибные препараты. Вот и все. Если у вас есть другие проблемы с ЖКТ, не дай бог, какие-то язвы, не дай бог у кого опухоли и прочее, то я советую приобрести мой инфопродукт по лечению болезни ЖКТ. Там вы найдете методики по лечению всех болезней желудочно-кишечного тракта. Далее, я советую вам подписаться на мой канал на YouTube и поставить обязательно колокольчик, когда вы нажмете подписаться. А кто из вас уже подписался, проверьте, колокольчик-то стоит или нет. Поставьте, соответственно, лайк, напишите пару слов, если вы считаете это нужным в комментариях под данным видео. Теперь, что касается моего сайта надгар.ру. Это наш сайт по продуктам питания. Вот все, что я рассказываю, включая лечебные грибные препараты, вот это серебро, коллоидное, серебряная вода так называемая и так далее, все там есть. И прибор вот этот по воде, который, и все, все прочее, естественно, мы имеем и можно это приобрести. Ну, пожалуй, все. Я желаю вам крепкого здоровья и здравомыслия. Берегите свое здоровье, как говорится, с молоду, не делайте глупости, питайтесь правильно, ведите нормальный, здоровый, естественный, порядочный и так далее образ жизни и тогда будет меньше шансов заболеть разными серьезными, тем более, заболеваниями. Ну, а коли уж это произошло, надо лечиться, но устранять надо первопричину. Поэтому менять образ жизни необходимо. Питание, если оно у вас осталось до сих пор на, так сказать, мясоедном питании, менять надо обязательно, потому что иначе рано или поздно будут непоправимые заболевания и чем дальше, тем труднее будет помочь и вылечить. Ну, всего хорошего, до новых видео, до новых встреч, до свидания.